Здравствуйте, дорогие друзья! Индия Решикеш и вы на канале Джайя. Сложно сейчас снимать видео. Жара, очень сильная жара. Опять хочешь обмануть HelloMem? Постоянно орёт HelloMem и так пытается одурачить. Ну так пытается одурачить. Главное, я ему уже рассказала. Говорю, что ты дуришь-то, я всё вижу. А он всё равно наивно надеется меня обмануть со своими специями. Вот ты! Короче, о чём мы? Сложно снимать видео. Каждый день очень такая жара большая. Уже начиная там с 8 утра, просто под 40 градусов. Мозги плавятся. Встать с кровати практически невозможно, потому что любое движение это дополнительное потоотделение. Ну, в общем, жара это то же самое, знаете, вот как жить в сауне постоянно. Вот куда он едет прям вообще. Да, движение, конечно, в Индии это жесть. Я, конечно, уже устала от этого. Честно хочу признаться, хочется домой. Вот реально хочется домой в нормальную температуру и в нормальное движение. Потому что, как я уже сказала, Индия только кажется очень красивой и привлекательной страной, но жить в ней, вот именно жить, не просто там недельку-две потусоваться, а жить, это очень сложно. Потому что вырубают каждый день свет. Буквально через каждые полчаса. И даже по полдня может вообще не быть света. Вырубают интернет. У нас на данный момент уже трое суток нету интернета. Вот. Приходится пользоваться тем, что на телефоне, ну, его не так много на телефоне, его не хватает. Господи, народу куча. Сегодня воскресенье, 15 мая. Выходной день, на выходной день. Много индусов буквально со всех уголков Индии съезжаются в Решикеш, в этот священный город. Просто тупо потусоваться, покупаться в Ганге в эту жару. И кого тут только нету. Это просто жесть. Поэтому даже просто идти по улице сложно, потому что улицы очень узкие. Два с половиной метра. И здесь, как вы видите, и машины, и мотоциклы, и животные, и люди. И пока ты идешь, всех обходить очень, ну, как бы сложно. Плюс беги, постоянно эти байки. Режут уши своим звуком эти байки. Короче, я лично очень люблю тишину. И для меня, чем меньше народу, тем лучше. Потому что это все очень затрудняет жизнь. Ну, и вот у нас два дня были ливни сильные. И благодаря этим ливням теперь у нас, где мы живем, нет уже трое суток интернета. Ну, такого, которое у нас в Гестхаусе, нет интернета. Так что вот такие дела. Так, я хочу в магазин зайти. Мне нужно купить топленое масло. Вообще, я вышла купить кое-какие продукты, которые мне нужны для еды. И, соответственно, для... Так, что я ищу? Мне надо топленое масло. Так, возьмем Патанджали. Топленое масло ГХИ. Вот такая коробочка. В Москве я сама покупаю масло и топлю его. Ну, а здесь вот можно купить. Здесь пол-литра топленого масла, очень хорошего. Старая фирма Юрведическая Патанджали. И здесь 500 грамм. Стоит 295 рупий. Так, мне бы еще уксус найти. Ну, здесь, походу, уксуса нету, наверное, я так думаю. Такой магазинчик не особо большой. Ну, специи. Там специи, печенья. Там чуть-чуть зернобобовых. Там риса и дал. Там риса и всякие женские прокладки. Шампуньки, мылка. Именно, вот. В каждом магазине, кстати, продаются свечи, благовония. Вот, чтобы можно было сразу забежать, взять благовония. Так, девушки, вы у меня спрашивали, чем индийские женщины мажут волосы. Вот смотрите, чем они мажут волосы. Вот здесь вот такое масло. Амла и миндаль. Амла и миндаль. Вот, нарисовано. Видите, амла и миндаль. Амла это просто кладезь витамина С и миндаль. То есть здесь смесь масла амлы и миндаля. Но оба эти масла хороши для волос. Вот таким вот маслом они мажут. Вот есть такое масло. Сейчас я вам по очереди покажу, что здесь. Здесь тоже. Здесь просто амла. Здесь просто амла. Вот таким волосом мажут масло. Так, что здесь еще есть? Вот еще что-то есть такое. Это масло олива. Вот какое-то масло с маслом оливы тоже для волос. Индусы всегда, у них уже привычка с детства смазывать масла. Так, что это? Здесь у нас тоже амла и миндаль в таком варианте. А вот. Индусы, у них с детства привычка смазывать волосы. Ну, видать, ну, во-первых, наверное, чтобы солнце на жаре, оно не пересушивалось, я так думаю. Так, здесь что у нас? Кеш, ханти, миндальное масло. Тоже вот есть миндальное масло по танжали. Тоже, скорее всего, для волос, наверное, я так думаю. Ну, и вот масло, которое кокосо, оно бывает в разных вариантах, но больше всего кокосовым пользуется. 100% кокосовое масло, оно хорошо и для лица, и для тела, и для волос. Вот если не знаете, что выбрать, выбирайте кокосовое, 100% хорошее масло. И вам будет и для тела, и для волос, и для лица, и для массажа, и просто так. Вот, я сама пользуюсь, в бальзам добавляю на 10-15 минут, в бальзам для волос, потом смываю, и все, оно смывается хорошо. Ну, и самое мое любимое масло для волос, это вот такое масло, оно дороже всего. Здесь масло миндаля, больший процент. Потрясающее масло для волос, обалденный, божественный запах. Арджуна его постоянно покупала, ну, и я, естественно, пристрастилась. Он перед каждым, вот он моется, да, вот мой Арджуна помылся, помыл волосы, и после душа он всегда, это у него прям ритуал, смазывает волосы вот этим маслом. Пару капель на ладонь, растирает, и по волосам. Запах просто божественный, обожаю вообще. И я, естественно, тоже свои там кончики волос, чтобы не секлись, смазываю. Так что вот такими маслами пользуются. В другой магазин зайдем, если там будет что-то другое, девочка, я вам еще покажу. Так что, видите, здесь прям вот набор, целый масел для волос. Вот этими маслами пользуются и индийские мужчины, и индийские женщины, и мужчины. Ну, они все, у них как-то нету такого, что вот женщины должны за собой ухаживать, а мужчины нет. Вы знаете, здесь я могу, даже по Арджуне, да, вот у меня опыт, он о себе за собой больше ухаживает каждый день больше, чем я. Он каждый день по три раза, а то и больше моется. Каждый день смазывает волосы маслом, там, духи какие-то, да, маслами, кремами натирает тело, ножки, ручки. То есть, и прямо вот вообще. Мне иногда, вот честно признаюсь, лень. Вот, я просто душ приняла или завалилась спать. Или там с утра встала, душ приняла. Там, ну, естественно, крем там на лицо, там, ну, если уж там надо, там, маникюр, педикюр. Ну, так, чтобы каждый день заморачиваться, намазываться каждый день маслами. И каждый день маслами я не намазываюсь. Даже мне нравится, но у меня просто нет такой привычки, понимаете. А у них это привычка с детства вот за собой ухаживать. Поэтому большинство мужчин здесь очень ухоженные. Так, вот еще что-то стоит такое интересное для волос. Какой-то спрей для волос девочек. Ну, я даже не знаю, что это. Ну, какой-то спрей. Вот, а здесь вот рядышком написано хайр ойль тоже. Вот, видите, тоже что-то такое хайр ойль. Лук. Лук нарисован красный. Ну, видать, что-то с луком связано. Видать, масло, луковое масло, наверное. Наверное, масло, луковое масло, девочки. Ну, лук, я знаю, что он очень хорошо помогает в волосах. Вот еще есть вот такие шампунь. Вот шампунь. Смотрите, там тоже из красного лука. Это фирма Кхади. Очень хорошая. Я ее очень люблю. Это фирмы Кхади шампуньки, бальзамки, кондиционеры для волос. Вот такой вот большой выбор. Вот если у меня денежек побольше, я всегда беру бальзам и шампунь именно этой фирмы. И в Москве, и здесь, в Индии. Я обожаю вот эту фирму классная Кхади. И вот эта еще фирма. Она тоже дороже, чем Патанджали. Допустим, вот с орехом, с амблой. Вот этот у нас есть. Мы сейчас пользуемся Биотик фирмы аюрведической. Тоже очень классная для волос и шампуньки, и кондиционерки. И вот это шампуньи Патанджали тоже очень хорошие. Они стоят буквально там по 100 рублей, по 100 с чем-то. Разные тоже вот и с амблой, и от пельхоти. Тоже очень классные девочки. Это вот крема, кстати. Вот Биотик. Ну, крема от Биотик я не пробовала. Вот, как говорится, со следующей зарплаты Арджуны. Раскручу его на что-нибудь на крем. Ну, просто не покупаю, потому что у меня еще есть крем. Я из России взяла, еще не попользовалась. Поэтому пока еще как-то это... Вот. Ну, он мне сказал, Бэби, подожди. Зарплату получу. Куплю тебе все, что ты хочешь. А вот. Так что вот так вот, девочки. Вот так вот. Такие что у нас тут еще есть. Ну, мыло классное. Кхадзе мне нравится тоже. Разные-разные. Мыло к Хадзе. Вот всякую такую аюрологическую косметику, девочки. Я обожаю. Здравствуйте, дорогие друзья. Все девочки, мальчики, которые зашли на мой канал случайно. Или те, кто уже на меня подписаны. И хотя бы так заочно. Благодаря видео моим знаком со мной. В первой части видео я рассказывала о маслах, показывала в магазине, какие масла продаются в Индии для волос. Кто-то из девочек, подписанных на меня, просил такое видео. Я начала снимать. И как вы сейчас поняли, оно резко оборвалось. На словах, что я эти там масла все обожаю. Да, я обожаю их. Пользуюсь. Сейчас просто решила к этому кусочку видео как бы снять продолжение и села его снимать. Правда, уже прошло с этого дня два или три дня. Я прошу прощения, просто, понимаете, Индия, Решикеш, очень жарко. И, понимаете, когда 40-45, а в доме, в квартире чуть ли не вообще под 50, живешь как в сауне. Все тело мокрое, волосы мокрые, мозги плавятся. То есть и что-либо делать, и снимать видео очень сложно. Более того, даже телефон отключается и пишет, что слишком высокая температура, надо остыть, не могу работать. И сегодня я в очередной раз мыла голову, делала масочку для волос. Меня просили, кстати, поговорить о волосах, чем ухаживать и вообще такое. Поэтому я решила к этой части, которую я не закончила, присоединить и сейчас вот это видео, которое села. Сегодня тоже очень жарко, у меня спина вся мокрая. Но я решила, что, во-первых, и люди просили, и уже давно не было видео. Я, так знаете, собралась с себя. Думаю, надо все снять, тем более как раз волосы у меня сейчас высохли. И, правда, здесь мокрые, но они и не высохнут, потому что очень жарко. В общем, жить в сауне, знаете, это очень сложно. Я в майке, ну, обычной трикотажной майке, ну, накинула дупату. Потому что мой Арджуна, если увидит видео, скажет, а что это там на весь мир, в одной майке сидишь, плечи голые. То есть он такой в этом плане моральный человек. И считает, что его женщина должна быть закрыта от посторонних взглядов. Вот, и я не против, потому что я сама лично никогда не любила раздеваться на публику, скажем так, даже в обычной жизни я хожу. Я люблю даже дупаты, платки, длинные юбки или такие широкие штаны, шаровары. Вот, тем более, девочки, смотрите, такая красивая дупата. Почему бы и не одеть, правильно, да? Вот, и жарка, это дает дополнительную жару, но отснять видео-то надо, люди живут, да? И, как говорится, закончить первую часть, продолжение. Вот, насчет волос, да, видео там я показывала в магазине, в котором продаются масла для волос, которые используют индийские люди, и девочки, мальчики их используют. И женщины используют эти все масла, и мужчины используют, и детям тоже мажут, потому что они все натуральные, практически стопроцентные. Вот, я сама пользуюсь. Вот на данный момент, что у меня есть? На данный момент у меня есть вот такое кокосовое масло стопроцентное. Вот, оно, кстати, продается и в России, правда, там цена, естественно, подороже, но индусы, которые живут в России и занимаются торговлей своих товаров, девочки, там можно найти стопроцентное кокосовое масло. Лучшее, наверное, масло номер один, вообще, согласно Айурведе. Лучшее масло для волос и вовнутрь, и наружу, и для волос, и для лица, и для тела, для массажа. Поэтому можно использовать, либо просто наносить масло, нанести, там, ну, 30-40 минут подержать, потом пойти помыть голову. Можно на ночь намазывать и так спать, потом помыть голову. Вот, можно просто взять свой, там, бальзам какой-нибудь любимый, туда добавить этого масла, и делать, как маску, разглаживает, убирает, там, сечение кончиков, блеск, блеск, увлажнение. То есть, все, что надо волосу, он делает. Вот, новые волосы растут. Кокосовым маслом пользуются все в Индии. Я говорю, и мужчины, и женщины, и все-все-все. И я, и мой Арджуна тоже пользуемся. Вот, а вот это масло, это мое любимое, это масло миндальное для волос. То, вот, мой Арджуна, и я его, он использует уже после мытья. У него божественный, шикарный запах, девочки. Оно подороже, естественно, чем кокосовое. Ну, миндаль, сами понимаете, он дороже, чем кокос. У него божественный аромат. Вот, и его уже используют после того, как волосы вымыты. То есть, просто пару капель, вот, вот, как мой Арджуна делает. Он берет прям пару капель, растирает, ну, на ладошки. И вот свои волосы вот так вот делают. Они потом блестят, пахнут. Чтоб кончики не секлись. И я тоже вот так вот их смазываю. Вот, чтобы не было сеченных кончиков. Вот, а волосы потом блестят, пахнут. И, ну, вообще круто. То есть, мне очень нравится тоже. То есть, поэтому, скажем так, наша семья использует в основном, если там для масок и так далее, и так далее, кокосовое. Вот, а уже после мытья, да, чтобы кончики не секлись, чтобы аромат был, ухоженный такой блеск красивый, то такое масло. Я не знаю, кстати, вот именно бутылочка стеклянная, я не знаю, кстати, именно вот это масло продают в России или нет. Я как-то не видела. Насколько я помню, я не видела. Вот кокосовое, ну, это просто подороже. Дома в Москве у меня такое масло, потому что каждый раз, когда я приезжаю из Индии, то я с собой, естественно, покупаю. Хватает его надолго. Вот смотрите, сколько использовалось. Здесь 100 грамм, по-моему, да. Это уже январь, февраль, март, апрель, май. Пять месяцев. Вот. Просто пару капель и потом по волосам. И запах сохраняется надолго. Волосы прям очень... Ну, в общем, вот так вот девочки мажут волосы в Индии. Мужчины и женщины. Это у них обязательная процедура с самого детства, всю жизнь у всех. Независимо от возраста, от финансового положения, там, кастового статуса и так далее. Серьезно. Вообще, вот, у индусов... Хотя, вы знаете, у них от природы, конечно, у всех практически хорошие волосы. Я редко встречала, чтобы... Ну, то есть, очень-очень можно встретить редко человека в Индии, который там лысеющий, волосы какие-то редкие. Я встречала... Конечно, у них другая чуть-чуть, да. Вот эта структура волоса. Волосы у них более толще, более гуще из-за этого. Но я заметила, что они... Волосы, во-первых, не красят. Так как наши женщины, да, уже там с самого детства, потому что краска, она все-таки убивает луковицу, вот, портит волосы. И, естественно, волос становится меньше. Потом эти волосы... Ну, луковицы волос, да, надо как-то реанимировать. Вот. Ну, если, как говорится, уже умерла, то умерла. Вот. Поэтому я не видела... То есть, они могут подкрашивать волосы, если там уже откровенная седина. Но они красят, опять же, в основном натуральными красителями басма, хна, там, черный, или даже с рыжими такими красными выкрашенными хной волосами ходят. И мужчины, кстати, и женщины. Прям можно увидеть. Индуса, он идет прям хна такая, оранжевая хна. Но химикатами всякими они волосы не красят. А ухаживают вот маслами. И большинство индусов, женщин, да, и мужчин тоже, они носят длинные волосы. Ну, женщины, то есть, больший процент женщин, там, наверное, 90% женщин носят косы длинные, и взрослые женщины, и подростки, и среднего возраста носят косы даже ниже пояса. Вот. Ну, сейчас молодежь немножко там экспериментирует какие-то прически. Ну, и то, даже вот я смотрю на молодых девушек, хотя бы вот такой длины волосы есть. То есть, очень редко, ну, вот уже, считай, третий раз я в Индии, и в общей сложности три года живу здесь, то, ну, честно сказать, я не видела. Ну, вот я прям даже не могу припомнить, я не видела индийских женщин вот с такой короткой стрижкой. То есть, всегда у них какие-то, пусть даже такие, ну, вот такая длина волос, а то и длиннее. Я не видела. То есть, в основном волосы, конечно, шикарные. Ну, и вот ухаживают они так, маслами всевозможными. А вот. Ну, шампуни у них хорошие, аюрведические шампуни. Там очень мало химии какой-либо. Я сама с этим тоже здесь этими шампунями пользуюсь. Вот. Потому что химия, ну, понятное дело, что она плохо влияет и на кожу головы, и на волосы. Волосы истощаются и так далее. Поэтому, девушки, мальчики, могу сказать так, что поменьше надо красить свои волосы. Принимайте свой цвет волос от природы, который, да, но он всегда вам идет, всегда красив. Вот. Это, во-первых, ухаживайте по возможности натуральными веществами, отвары, масла там и так далее. Я уже, у меня было видео, о волосах чуть-чуть, я рассказывала пожитник. Согласно аюрведе, пожитник, его еще называют фенегурек, фенегурек, пожитник, настой. Просто на ночь семена, вот эти зернышки пожитника, там, ну, ложку-две, там, сколько вам надо, заливаете теплой водичкой, чтобы он ночь простоял, да, как бы настоялся. Потом эту жидкость просто настойку добавляете, в шампуньку там разводите, моете волосы, там оставили, чуть-чуть, или в бальзам добавляете, и там оставляете на 10-15 минут. Волосы, он восстанавливает, как раз-таки, луковицы волос, в два раза дает объем, пышность волосам, это 100%, и вы увидите уже через месяц, через два новые, вот у вас появятся волосы, будут расти. Это я сама уже, на второй год, как надыбала этот фильм, пожитники вообще, вспомнила о нем, потому что аюрведу изучаю, а вот, то я больше даже ничего другого не беру. У меня всегда есть пожитник, даже сейчас купила два пакета, вот в магазинчике, и вот недавно делала настойку, потому что купила новый шампунь, вот, и чтобы его, а он еще такой густой этот шампунь, то чтобы его чуть-чуть и жидковатым сделать, и в объеме, считаю, увеличить, и обогатить, насыщить, я вот на насы, насы-ти-ти-ть, этим настойкой фенегурека, или пожитник, я просто настояла, и вот перелила, и вот, я когда волосы мою, я просто мою, эту всю пену оставляю на волосах, и занимаюсь всем телом, то есть, пока тело мою, как раз там 10-15 минут проходит, получается, каждый раз мытья волос, он такой, как и маска, и мытье, волосы в два раза пышнее, сейчас, может быть, они у меня не особо пышны, потому что я сегодня делала так же маску, там был пожитник, уже эти семена, я их потом перемолола, миксером эти семена, такая кашица получается, то я эту кашицу добавляла в масло, только в другое масло, но оно там у меня уже, я его перелила в банку, масло омлы, вот, я вот бальзам, масло омлы, еще и плюс, вот эту кашицу, вот пожитник, а то я делала маску, а масло, оно же не дает пышность, а наоборот приглаживает, поэтому сейчас, ну, пышность не особо большая, вот, ну, что-то, ну, как бы, за масло, ну, как бы, оно смылось, но волосы такие, более тяжеленькие, поэтому приглажены, а если масла нету, а просто вот, там, шампунь с этим настоем, то волосы очень объемные, и плюс, пожитник, он убирает, как говорится, убирает все проблемы с волосами, и самое главное, он как раз таки восстанавливает, вот эти луковицы, погибшие луковицы волос, вот, поэтому, ну, волосы у меня длинные, вот, как раз таки до пояса, я их где-то месяца два назад состригала сантиметров пять, но я так раз в полгода по там по пять, по шесть сантиметров состригаю, потому что прям чрезмерно длинные волосы, ну, то есть они у меня до пояса, чуть ниже пояса, вот, волосы, у меня спрашивали про цвет волос, какой краской я пользуюсь, девочки, я краской не пользуюсь, уже более, ой, сколько ж лет-то, ну, лет пятнадцать точно, и мама моя всегда мне говорила, никогда не стриги и не красть волосы, никогда не стриги и не красть волосы, она мне почему-то вот эту фразу всегда толдычила, ну, кто ж слушается мамы, да, то после школы я там экспериментировала, ну, как экспериментировала, я осветляла волосы, вот, что-то хотелось быть, потому что в детстве-то я родилась блондинкой, а после уже там замужества и рождения сцены волосы начали темнеть, и мне что-то так не нравилось, и я их осветляла, долгое время осветляла, вот, ну, лет до тридцати пяти, до тридцати пяти, нет даже, нет, ну, где-то до тридцати лет, ну, десять, вот, с двадцати до тридцати лет, вот, где-то десять лет я их осветляла, да, а вот после тридцати пяти, сейчас мне сорок восьмой год, вот, в октябре будет сорок восемь, ну, пятнадцать, даже более, шестнадцать-семнадцать лет, что-то в один прекрасный момент Я вспомнила вот эти слова мамы, ну, когда я была в школе, у меня всегда были длинные волосы, мальчики дергали за эти косы, коса у меня была достаточно такая толстая, хорошая, волосы были такие блондинистые, у меня вот. И вот, кстати, вот я осветляла, осветляла, за 10 лет половину волос исчезла, девочки, то есть у меня сейчас коса, хотя я уже, да, столько времени не крашу волосы, но косу, куда я заплетаю, то коса в два раза тоньше, почему? Потому что от этой перекиси, от всего просто погибли луковицы, вот, понимаете, да? Хотя сейчас достаточно состояние волос хорошее, потому что более 10 лет я не крашу, но вот я заметила, что опять же за последние вот эти полтора года, как я использую вот этот пожитник, действительно начали новые, новые волосы, то есть густота волос улучшилась, за эти полтора года густота волос улучшилась, понимаете? Поэтому краска, вот эта вся химия, и лишний раз, вот, вспоминала, вот, в один день я вот проснулась, думаю, что ж мама мне вот это постоянно говорила, не стриги, никогда не красть, не стриги волосы, она как-то постоянно вот это повторяла, я как-то вспомнила, и что-то в один день я думаю, не, все, не буду больше красить, пусть отрастает, и я их постоянно, вот они у меня отрастали, я белые состригала, вот, и уже за несколько лет, естественно, там, все вот это белое снялось, и это мой натуральный цвет, уже, считай, более так вот, 10 лет, я не крашу вообще ничем, то есть я использую только бальзамы для волос и шампуни, не оттеночные бальзамы, то есть я не использую уже более, вот, опять же, да, повторюсь, 10 лет ничего, чтобы окрашивала волосы, то есть я как-то вот приняла свой цвет, который у меня есть, он у меня такой русый, с рыжим отливом, вот, и более, и вот ничего красящего я не использую, думаю, а зачем, цвет есть, седых волос у меня уже появляются, вот уже как буквально два года подряд я замечаю, что где-то тут у меня там есть несколько седых волос, но их не настолько много, чтобы начать использовать даже там какую-то растительную краску, там пару волос где-то тут есть этих седых, ну, есть и есть, ничего страшного, то есть, но основная масса волос, как вы можете видеть, это вот мой натуральный цвет, благодаря маме и папе, мама у меня была брюнетка, от природы, карие глаза большие, ну, она очень красивая вообще, большие карие глаза, чёрные смоляные волосы у мамы были, а папа рыжий, вот, тупо рыжий, ну, вот, видите, какие дети получаются, родилась светленькая я, а уже после 20 лет у меня волос стал русым, но с рыжим отливом, ну, я так думаю, что если, наверное, чёрное смешать с рыжим, ну, наверное, вот такое и получится, а вот, так что, мои волосы, цвет волос мне, ну, я говорю, я его приняла, он мне даже нравится, у меня даже мысли не возникает, как-то там покрасить, там, там ещё, или там эти седые волосы закрасить, то есть, я говорю, их не настолько много, как вы видите, чтобы их закрашивать, вот, я думаю, в Индии можно даже подобрать какую-то натуральную краску с подобным цветом, ну, зачем, вот, я даже не знаю, вот, я, кстати, думала, когда я полностью поседею, я даже не знаю, буду я красить волосы или нет, почему, потому что я видела много женщин, ну, в интернете, там, в Ютубе, каких-то моделей, им там по 80 лет, а у них, вот, прям, ну, вот, белые седые волосы, они там с макияжем, белые, ну, белые седые волосы как-то уложено, ухоженные, красивые женщины, да, видно, что это женщина в возрасте уже в таком хорошем, но они выглядят очень так красиво и благородно, поэтому я думаю, что когда я поседею, я посмотрю, как я выгляжу, если мне будет нравиться, то я не буду красить волосы, пусть будут седые, почему нет, вот, если это будет красиво, как-то благородно смотреться, если это будет не очень так, как-то смотреться, то я, конечно же, буду красить, постараюсь подобрать такой цвет, вот, ну, буду красить какими-то травяными, вот, красками натуральными, то есть химию я использовать не буду, потому что это действительно очень вредно для организма, потому что мы эту химию держим на волосах, эту краску, она через кожу впитывается, естественно, в организм, в кровь, дальше в почки, в печень, то, как говорится, зачем оно такое надо, вот, поэтому, вот так вот, что вам еще раз сказать про волосах, ну, теперь я могу, естественно, немножечко добавить, как астролог и как человек, который всю жизнь изучает вот эти все мистические, истерические, разные знания, науки и так далее. Согласно даже древнейшим ведическим трактатам, волосы – это проводники энергии, это связь с космосом, вот, более эта связь с космосом через волосы идет у женщин, вот, также веды говорят, что в волосах женщины накапливается и ее энергия, и сексуальная энергия, в том числе, поэтому именно большинству мужчин нравятся женщины с длинными волосами, почему-то, потому что там больше энергии, вот, также, согласно ведам, считается, что если у женщины длинные волосы заплетены в косу, то она энергетически сильнее женщины, которые, скажем так, без волос или с маленькими волосами, а там негде копиться вот этой самой энергии, и также веды говорят, что женщина с волосами, с косой, поскольку она энергетически сильнее, то такая женщина психологически и уравновешенней, и психологически сильнее, то есть такую женщину психологически сломить очень сложно, и даже проводили тест, кто быстрее раскручивается на какие-то там интимные отношения, женщина с короткими волосами или женщина, у которой длинные волосы там собранные, да, там, в пучок или в косу, и проводила, я как-то видела такую передачу, и мужчины утверждали, что женщины, у которых короткие волосы, они быстрее ломаются психологически, скажем так, и быстрее идут на контакт, то есть их, ну, легче и быстрее склонить, опять же, к той же интимной связи. Может быть, кстати, поэтому в разные времена женщины, девушки, которые работали, скажем так, в сфере обслуживания сексуальной, да, они, как правило, стригли волосы, то есть они были, ну, по крайней мере, они были такие, достаточно короткие, а вот женщины семейные, у которых были мужья, дети с покон веков, и на Руси, и во всех славянских народах, да и вообще, если вы посмотрите, и у индусов тоже, у них волосы, как правило, очень длинные, до, вот я, вот я, вот выйдите на улицу, практически у каждой, первой, второй женщины, волосы ниже плеч, ой, ниже поясницы, девочки, до колен, до пяток, я вам серьезно говорю, а вот, я даже хотела, знаете, отснять такие кадры, да, индийских женщин, там, которые идут с этими красивущими, длинными косами, девочки, ну, клянусь вам, такая жара, я днем не выхожу на улицу, а ночью снимать, ну, что снимать, да, я просто, ну, там ничего не будет видно, а днем ходить по такой жаре, с телефоном, который вырубается от жары, просто невозможно сделать съемку, и у меня просто не хватает, я плохо переношу жару, очень плохо, у меня лицо обсыпает, какими-то подкожными прыщами, я плохо сплю, все мокрое, я говорю, я даже вот сейчас сижу, у меня по позвоночнику текет, вот все, понимаете, это, я просто сегодня уже думаю, нет, надо отснять видео, люди ждут, и сама уже соскучилась за теми людьми, за нашими переписками, которые меня смотрят, да, заочные такие, подружки мои в ютубе, да, вот, которые, поэтому я уже сегодня собрала все силы, серьезно, вот, поэтому, с древних времен, женщины, которые работали в таких вот, заведениях, где они оказывали, скажем так, сексуальные услуги, мужчинам, им отрезали волос, и они сами себе отрезали, распущенность, да, вот, как говорят, распутная, распущенность, вот, и, соответственно, да, в ведических тарататах есть такое, что распускать волосы, то есть, распускать свою сексуальную энергию и вообще свою энергию, женщина, женщине благоприятно только лишь, либо при своем мужчине, либо в кругу людей, ну, как правило, это семья, которые все-таки любят эту женщину и так далее, потому что, когда волосы заплетены в косу, то энергия под контролем, и эта энергия, которая в волосах, в косе, она защищает и саму женщину, и психологически, и энергетически, тем более коса идет по позвоночнику, да, как раз, где вот у нас аккумулируется энергия, позвоночный столб, вот, то женщина, она как бы энергетически сильнее, и она под защитой, когда женщина распускает волосы и с распущенными волосами идет на улицу, да, как у нас девушки ходят, то эта энергия, она теряется, она теряется, и на волосы, скажем так, женщина цепляет всю ту энергию, где она прошла, понимаете, да, поэтому ради энергетической чистоты, я хочу сказать, дорогие женщины, девушки, если вы собираетесь в больницу, в морг, там, на кладбище, там, в какие-то места, где скопление народу, негативной энергии, лучше туда заплетать волосы, лучше туда заплетать, и так по улице не ходить с распущенными волосами, да, это безумно красиво, вот сами знаете, да, если идет девушка с длинными волосами, вот, все на нее обернутся, но все обернутся, и, соответственно, обернутся все, и вампиры в том числе, чтобы эту энергию, да, это самое, поэтому ради своей же психологической защищенности, энергетической защищенности, и чистоты, лучше на людях, так сказать, волосы лишний раз не распускать, можно распускать в своем доме, перед мужем, более того, заметили, да, когда, ну, я лично заметила, я же, как бы, ну, это изучала, да, и на практике смотрела, как это, я тоже заметила, то есть, там ходишь, постоянно там коса, коса, да, а когда ночью-вечер, ночью-вечер, то муж всегда говорит, ну, там, поцелуйчики, обнимашечки, да, и там, там, ну, распусти волосы, распусти волосы, я хочу потрогать, я хочу посмотреть, распусти волосы, кажется, зачем? Во-первых, да, так красивее, так привлекательнее, и, соответственно, идет распуск вот этой энергии, но когда вы с любимым мужем, с любимым человеком, то эта энергия, она и для него тоже идет, и он как бы, ну, подпитывается, тем более, если учесть то, что женщина изначально энергетически в 9 раз сильнее любого мужика, вот, и женщина действительно является источником энергии и для своей семьи, и для своего мужчины, ее энергия служит как оберегом и защитой, и для своих детей, и там, и для мужа, и для семьи, главное, чтобы семья была хорошая, и любила, и принимала эту женщину, ну, и мужчина был тоже любящий, а не просто там, одноразовый какой-то вампир, который клюнул, да, на женскую там, вашу красоту, потому что вы шли распустив голоса, да, он там уцепился, привязался, и поэтому, а что такое энергия? Это же, да, сексуальная энергия, в том числе, это же жизненная, базовая энергия человека, благодаря ей мы живем, и рождаемся, и живем, и чем больше у женщины энергии, тем она здоровее, красивее, моложе, и так далее, поэтому, дорогие девочки, мальчики, если вы хотите быть здоровее, и психологически, и энергетически, и физически, и моложе, и сексуальнее, потому что сексуальность, это не голые, сиськи-письки, понимаете, сексуальность, это энергия на самом деле, чем больше у женщины, этой энергии, тем она более сексуально привлекательна, понимаете, потому что мужчина идет на энергию, потому что женщина изначально, она является источником энергии, для женщины, он от нее подпитывается, а взамен, естественно, должен эту свою женщину, эту свою батарейку, от которой он подпитывается, он должен ее оберегать, защищать, кормить, содержать, там, украшать и так далее, понимаете, и это не я придумала, а вот, это описано в древнейших ведических трактатах, поэтому обязанность мужчины, все же знают, содержать свою семью, приносить добычу, а женщина хранительница очага, и вот свою хранительницу очага, он должен одевать, кормить, украшать ее и их детей, ну что, почему мужчина должен заботиться о женщине, если он с ней, потому что это его источники вдохновения и той же энергии, понимаете, да, поэтому мужчина идет не на сиську-письку, а он идет на энергии, поэтому вот эти слова, ой, а что это он с ней, мог бы найти покрасивее, или там, ой, так ей же уже, как я слышу, типа, сорок восьмой год, а почему я там он с ней, девочки, раскрою вам секрет, энергия, энергия, и тут дело не в возрасте, и не в красоте, понимаете, это все условные, паспортные данные, и там какие-то физические мои, допустим, будем обо мне говорить, ну, допустим, особенности, потому что понятно, что я не красный червонец, чтобы всем нравиться, одному мужчине чисто физически, вот чисто физически я понравлюсь, а кому-то нет, чисто физически, но мужчина идет всегда на энергию, на энергию, и если эта энергия достаточно сильна, энергетически чистая, грубо говоря, потому что никто не хочет купаться в грязи энергетической, а чистая энергия это что? Это здоровый образ жизни, понимаете, есть женщина, даже в молодом возрасте, вот ей там 25, она красивая, вот физически чистая, ей 25 в паспорте, и она физически очень красивая, ну, вот прям куколка, но она матерится, а это уже грязная энергия, курит, бухает, наркоманит, шляется со всеми подряд, опустошена, потому что чем больше у женщины разных половых партнеров, они же все от нее питаются, она всем раздает, понимаете, в итоге опустошается, да, волосы там подстрижены, там уже все, то есть она, то есть эта женщина, ты смотришь, она физически красива, но энергетически она грязная и пустая, поэтому такая женщина, все удивляются, почему она молодая, красивая, мужа нету, детей нету, никто с ней не хочет быть, я имею в виду, не хочет быть, именно в плане семейной жизни, так на одну ночь, это понятно, ее попользовать, как насадку для, извиняюсь за выражение, пениса, да, вот, потому что рукавицы с бисером, ну, поднадоели, простите за выражение, ну, по факту, да, а другую женщину, на первый взгляд, может быть, даже и возраст в паспорте не тот, и внешне так себе, ну, как говорят, серенькая мышка, или вообще там корова, понимаете, и лишний вес, и все остальное прочее, но она замужем, и муж ее обожает, почему? Потому что энергия, понимаете, энергия, мужчина идет всегда на энергии, а эта энергия складывается, и какой характер, чем лучше характер, тем, естественно, лучше энергии, потому что наш характер, там, эмоции какие-то, это же энергии, это вибрации, и образ жизни, как я уже сказала, понимаете, тоже, питание, образ жизни, там, наши хорошие, или дурные привычки, вообще весь этот мир, он соткан из энергии, просто она потом может принимать уже физические формы, какие-то, понимаете, поэтому, я надеюсь, я объяснила, и поставила, может быть, для некоторых точку, в том плане, что, а что это с этой женщиной, это этот мужчина, потому что я лично, свой адрес постоянно слышу, ой, а почему этот мужик рядом с ней, потому что энергия, это во-первых, ну, а во-вторых, карма, девочки, карма, потому что, как говорится, даже волос не шелохнется, и травинка не шелохнется, если на то нет воли Бога, ну, и уж тем более, никакой мужик, насильно, как-то непонятно как, там не будет сидеть рядом с какой-то женщиной, там жить с ней, все по доброй воле, то бишь, по воле кармы, понимаете, вот, что еще вам рассказать в плане эзотерики, если хотите, чтобы волосы быстро, ну, это тут и астрология, конечно, ну, астрология наук о карме, и, соответственно, наше застывшее тело, это наша застывшая карма, и так далее, вот, ну, опять же, согласно джотишу, медической астрологии, джотишу, да, если вы хотите, чтобы волос, то есть, если чтобы что-то быстро росло, либо растение, либо даже волосы наши, лучше, естественно, стрижечку делать, там, кончиков, и так далее, на растущей луне, это во-первых, вот, чтобы сила больше пошла в луковицы, в укрепление волос, чтобы они не быстрее росли, да, а укреплялись больше, лучше их стричь на убывающей луне, но ту или иную процедуру лучше делать, когда луна проходит на кшатру рохини, на кшатру рохини, ну, понятное дело, что это уже такой астрологический термин, те люди, которые знают джотиш, они, естественно, поймут, о какой на кшатре я говорю, вот, ну, а те, кто не знают, ну, придется, может быть, обратиться к астрологам, чтобы он вам посчитал на год, допустим, пребывая в прохождении луны по этой на кшатре, это удивительная на кшатра, и в ведах, в ведической астрологии, об этой на кшатре говорится так, что все косметические процедуры с лицом, или с волосами, или с телом, если человек делает, когда луна проходит эту на кшатру, то это добавляет, прибавляет красоты и молодости этому человеку, который в это время, когда луна проходит по рохини, делает какие-либо косметические процедуры всему своему телу, вот, ну, что энергия этой на кшатры, она именно вот такая вот, давать красоту, прибавлять красоту, очарование и так далее, рохини так звали одну из жен Чандрадева, и всего у него было 27 жен, поэтому 27 накшатр, вот, и вот одну из накшатр, то есть одну из его 27 жен, звали рохини, и она была самой молодой, самой красивой, естественно, Чандрадев больше всего ей оказывал внимание, а остальные, естественно, очень завидовали и ревновали, потому что она была очень привлекательная, моложе всех, самая красивая и так далее, то есть энергия этой накшатры, она вот была такая, и вот, это одна из упай, то есть, если вы собираетесь делать какие-то косметические процедуры, касаемо всего тела, то лучше для этого подобрать хорошую мухурту, хорошее время, и это время как раз таки, когда Луна проходит по накшатре рохини, раскрыла вам маленький секрет, вот, но надо уметь ее высчитывать, вот, потому что программы, во-первых, естественно, программы, которые сейчас есть по астрологии, они, во-первых, ошибочны, там очень большие ошибки я проверяла, и плюс не все программы выдают даже вот, где же, где же эта накшатра рохини, понимаете, то есть она же начинается в определенном знаке и градусе, и какое-то время идет, то есть промежуток, вот в этот промежуток, когда Луна проходит, то есть когда Чандрадеф находится у своей рохини, надо вот в это время там массажи делать, там педикюр, маникюр, вот с волосами заниматься, вот, поэтому я могу сказать по себе, что когда и проходит Чандрадеф эту накшатру, я всегда делаю либо масочку для волос, либо с волосами, вот тоже масочку или стрижку, там, ну, кончики подстригаю, ну и плюс, признаюсь, тоже делаю упай, у меня есть одна упая, вот, на молодость, красоту и привлекательность, вот, то я тоже ее стараюсь, если не забываю, если есть время, но это уже отдельная упая, там не надо массировать тело или стричься, нет, это уже отдельная такая тантрическая упая, вот, я ее делаю в накшатру рохини, потому что, если в это время, опять же, делается, там, какой-то, скажем так, ритуал, да, на красоту, на привлекательность, то, конечно, лучше для такого действия выбрать мухурту, то есть, лучшее время, да, санскрита мухурта, переводится как наилучшее время для начала какого-то действия, потому что очень важно время, в которое мы что-либо делаем, потому что каждое время, оно имеет, скажем так, свой энергетический заряд, да, свою характеристику, свой потенциал, свою шахту, то бишь, свою силу, вот, и, соответственно, логически даже можно предположить, да, что если мы хотим побольше себе вот этой энергии, красоты, привлекательности, там, и так далее, и так далее, чтобы нравиться мужу, там, вот, то, естественно, лучше, лучшее время выбрать, когда Чандрадев проходит Рохини. Вот, так что я свои знания использую на практике, конечно же, потому что я такой человек, знаете, вот, астрология, джотиш, это практические знания, и было бы глупо иметь эти знания, и для себя их не использовать, да, для улучшения своей жизни, для изменения своей кармы, то есть, все, что я говорю, я могу поклясться, и те люди, которые меня знают, они об этом знают, вот, все свои знания, я проверяла, и про... Так, простите, что-то у меня камера вырубается, 28-й год, я изучала, изучаю эти все знания, и изучаю, не просто прочитала, и отложила, что-то я смотрю, вроде бы пишет, будем закругляться, что-то у меня телефон, то ли от жары вырубается, то есть, для меня изучить, это не значит, вот, почитать, и в сторону отложить, для меня изучить эти знания, проверить их на практике, там же практическое, вроде бы, пишется, понимаете, изучить для меня означает, на собственной шкуре проверить, получить результат, и только потом его уже там, советовать, рекомендовать, понимаете, да? Девочки, я не знаю, почему у меня вырубается телефон, ну, может быть, из-за того, что он перегревается, потому что и телефон сам нагревается, когда снимаешь, съемку делаешь, и плюс жарко, вот, ну, вот так вот, поэтому волосы, для вообще, и особенно для женщины, это очень ценная вещь, потому что там аккумулируется, копится энергия, а, и, кстати, веты говорят, что поскольку организм женщины и мужчины, это абсолютно два разных организма, и то, что для мужчины хорошо, для женщины плохо, и наоборот, поэтому веты говорят, что для женщины очень хорошо иметь длинные волосы, ну, насколько она может их иметь, по крайней мере, вот до груди, до анахата чакры, они должны быть, вот, потому что там копится энергия, которая защищает ее, ее семью, знаете, как вот, ну, то есть, и так далее, ну, естественно, это всегда красиво тоже, конечно же, вот, и веты также говорят, что женщинам не рекомендуется, чтобы сохранить волосы, не рекомендуется мыть голову каждый день, раз в неделю, два раза в неделю, для женщины достаточно, а вот мужчинам, какого, какие бы волосы ни были, короткие, длинные, им можно мыть волосы хоть каждый день, мыть волосы хоть каждый день, потому что разная природа, вот для женщин нельзя, потому что энергия копится, она там должна быть, нельзя ее водой постоянно мыть, смывать, во-первых, это с энергетической точки неправильно, то есть оно должно накапливаться, вот это энергохранилище, вот, плюс, чтобы не потерять волосы, чтобы не было ранней там седины, облысения и так далее, поэтому мужчинам можно, женщинам нет, а сейчас женщины каждое утро там намывают себе, это во-первых, потом, что я еще помню, горячей водой, слишком горячей водой, тоже нельзя волосы мыть, потому что будет ранняя седина, вот, я, кстати, не мою горячей водой волосы, такая летняя комнатная температура, ну, как говорится, 36,6 не выше, потому что я не люблю, потому что я знаю, есть люди, вот они любят прям кипятком там вымываться, это не очень хорошо, вот, именно поэтому, да, вот, кстати, потому что горячая вода горячая, пересушивать волосы феном тоже неблагоприятно, вот, именно поэтому, может быть, да, допустим, кавказские народы, там, южные народы, они быстрее сидеют, потому что жарко, то есть, когда подымается пита, доша, то есть огонь в организме горячая, волосы быстрее сидеют, вот, и, соответственно, люди, которые имеют, пита-дошу своего организма, такую природу, они тоже быстрее сидеют, потому что огня очень много, и этот огонь, он сжигает, видать, природный краситель, вот, что еще могу так сейчас, навскидку, припомнить, и так далее, ну, понятное дело, что волосы нельзя выбрасывать, где попало, куда попало, там, и так далее, расчесались, и собирайте с расчески там пакетик в пакетик когда волосы уже накопились их просто нужно сжечь свои волосы надо сжигать нельзя их там выбрасывать там куда-то в туалет там или узнать какую куда-то я могу сказать что расческа да я расчесалась с расчески собрала в пакетик пакетик в пакетике когда у меня там собирается клубочек этих волос я просто и дублицы их сжигаю и все вот когда состригаю волосы я их тоже туда в пакетике потом сжигаю то есть надо просто сжечь а вот ну что вы знаете да ну многие знают что на волосах делали всякие мистические обряды не очень хорошие потому что это же там информация энергия человека если взять часть волос ногтей то да это действительно так можно сделать какие-то черномагические обряды по воздействию человека поэтому как говорится береженного и бог бережет не надо свои волосы выбрасывать непонятно куда зачем или там давать расческу свою кому-то там и так далее а вот ну что это все существует это есть действительно а вот поэтому зачем это такое да это же ваши как бы ну там энергия там ваш биоматериал так сказать вот поэтому полосам надо относиться бережно знать все эти вещи знать где распускать волосы где нет где бросать свою расческу где нет сжигать обязательно как я уже сказала так что еще такого вам интересного что я могу припомнить вот наверно такое самое основное сказала насколько я помню на девочки на данном а если чё вспомню там да или там если что-то не озвучила вы задайте в вопросах и я в вопросах отвечу потому что вот на данный момент сейчас вот ничего в голову не идет либо это все либо вот то что на данный момент сейчас я как припомнила да как были там и свой опыт и и соответственно как просто ухаживать какие масла ну и плюс такой эзотерический эзотерический скажем так вопрос эзотерический мистический так что девочки и мальчики если вдруг что-то будет еще интересно и что-то я не озвучила вы спросите по что лучше лучше естественно о какой-то теме говорить говорится вопрос ответ да я спрашиваю ты не уже понимаю если я знаю ответ да если я имею знание по этому вопросу я отвечу если нет то так и нет напишу на данный момент на это все вот что я еще хотела и хотела естественно сделать макияж не знаю даже с вами его делать или без вас давайте на нас с вами сделаю просьба телефон снимает если вдруг вырубится ну либо опять включу либо дальше не буду съемку делать ну что что-то он как-то странно себя ведет телефон но я думаю на перегревается может быть хотела просто макияжик доделать хотя я вот карандашиком немножечко сделала губы ну так чтобы не совсем белая да как бы и верхнюю стрелочку между ресничку карандашиком ну хочу немножко завершить макияж или может не надо делать макияж я веду потому что у меня ни тонального нету ничего девочки жарко невозможно я так соскучилась за косметикой вы не представляете я так девочки написала что телефон пишет достигнуто максимальное время видать записи значит на этом буду закругляться всех целую и обнимаю если какие вопросы пишите в комментариях буду буду стараться делать видео там на разные темы у меня очень много идей ну жара жара и просто из-за этой жары вот нет сил вот сесть и просто писать или маша мозг отключается от этой жары все всех целую на связи пока 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 пока